О, благодарим Тебя, уповаем на Тебя, на Твою милость. Драгоценный, драгоценный Бог нам. Аллилуйя! Господь Иисус Ты искупил, Избрал Ты меня, Избрал Ты меня. Теперь я Твой, никто не сможет Нас разлучить. Нас разлучить. Уповаю на Тебя, Уповаю на Тебя, Уповаю на Тебя, Спаситель. Доверяю я Тебе, Доверяю я Тебе, Доверяю я Тебе, Спаситель. я строю жизнь и ты со мной верность твоя верность иисус христос лишь только днем надежда моя надежда моя уповаю на тебя уповаю на тебя спаси доверяю я тебе доверяю я тебе доверяю я тебе спаси доверяю я тебе доверяю я тебе доверяю я тебе спаси Я строю жизнь, и ты со мной. Верность твоя, верность твоя, Иисус Христос лишь только в нем. Надежда моя, надежда моя, Давайте еще раз поем, я строю жизнь. Я строю жизнь, и ты со мной. Верность твоя, верность твоя, Иисус Христос лишь только в нем. Надежда моя, надежда моя, Упопаю на тебя, Упопаю на тебя, Упопаю на тебя, Спасите. Доверяю я тебе, Доверяю я тебе, Доверяю я тебе, Спасите. Упопаю на тебя, Упопаю на тебя, Упопаю на тебя, Спасите. Доверяю я тебе, Доверяю я тебе, Доверяю я тебе, Спасите. Доверяю я тебе, Спасите. Уже с утра Господь что-то приготовил для нас. Халлелуйя. Будем идти в Его дворы с хвалою, Провозглашать Его милость, Его благодать, Его славе. Он Бог, который творит всегда все новое. О, ты еще не думал, ты еще не ожидал, Но Господь уже действует. Халлелуйя. Халлелуйя. Доверяю я тебе, Слава наш Господь. Халлелуйя. Халлелуйя. Бог вечно си, Господь неба и земли, Тайна закрыта в Тебе, Бог Израиля. Да придет царство Твое, воля да будет Твоя, Ты слышишь крик наших сердец, побеждающий царь. О, увидит вся земля Славу вечного царя. Адонай, Адонай, Преклониться все, скажет вся земля. Адонай, Адонай, Ты один есть Бог, Ты один есть царь. Адонай, Адонай, Преклониться все, скажет вся земля. Адонай, Адонай, Ты один есть Бог, Ты один есть царь. Бог вечно си, Господь неба и земли, Тайна закрыта в тебе, Бог Израиля Да прийди, да прийди Царство твое, воля да будет твоя Ты слышишь крик наших сердец, побеждающий царь Увиди, увидит вся земля Славу вечного царя Адонай, Адонай Преклониться все, как и вся земля Адонай, Адонай Ты один здесь, Бог, ты один здесь, да Адонай, Адонай Преклониться все, как и вся земля Адонай, Адонай Ты один здесь, Бог, ты один здесь, да Увидит, увидит вся земля Славу вечного царя Увидит, увидит вся земля Славу вечного царя Увидит, увидит вся земля Славу вечного царя Адонай, Адонай Преклониться все, как и вся земля Адонай, Адонай Ты один здесь, Бог, ты один здесь, да Адонай, Адонай Преклониться все, как и вся земля Адонай, Адонай Ты один здесь, Бог, ты один здесь, да Адонай, Адонай Преклониться все, как и вся земля Адонай, Адонай Преклониться все, как и вся земля А мы уже славим господа А мы уже воздаём ему хвалу А нас уже ждёт нетленный венец Эра, мать, мать, мать Ты, Господь, небо и земли Ты наш Бог Ты, Господь Ты, Господь, небо и земли Ты наш Бог Ты, Господь, небо и земли Ты наш Бог Ты, Господь, небо и земли, Ты наш Бог, нет другого, как ты. Ты, Господь, небо и земли, Ты наш Бог, нет другого, как ты. Ты, Господь, небо и земли, Ты наш Бог, нет другого, как ты. Ты, Господь, небо и земли, Ты наш Бог, нет другого, как ты. Ты, Господь, небо и земли, Ты наш Бог, нет другого, как ты. Нет подобного! Нет! Ты – Господь, небо и земли, Ты – наш Бог, нет другого, как ты. Ты – Господь, небо и земли, Ты – наш Бог, нет другого, как ты. Адонай, Адонай, преклонится все, скажет вся земля. Адонай, Адонай, Ты – один, есть Бог, Ты – один, есть царь. Адонай, Адонай, преклонится все, скажет вся земля. Адонай, Адонай, Ты – один, есть Бог, Ты – один, есть царь. Адонай, 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 Благословен предыдущий во имя Господня. Благословен Господь, взирающий с небес. Благословен Господь, что над всем превознесет. Благословен Господь, treasure, я помню вас Wie Apartim Благословение. 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 Мы увидим Иисуса. Мы увидим Иисуса грядущего во славе. И это не будет тихо, это не будет просто так, это не будет незаметно. Он грядет как царь во всей своей силе, во всей своей славе. О, и горы понизятся, долины наполнятся, Господь придет. И все, все, кто возвышается, поклонятся перед Ним. Увидим его славе, увидим его силу, грекушь во сан, геомисвайм. Адамнай, флотика! Он грядет как царь во всей славе. Он грядет как царь во всей силы. Адамнай, адамнай, Диадинь и поп, диадинь и ета. Адамнай, адамнай. Презвонишь на все, скажет вся земля Адонай, Адонай Ты один есть Бог, Ты один есть Адонай Аллилуйя, Аллилуйя Слава, слава, слава тебе Слава тебе, Господин всего Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, мы увидим Его славу О, Аллилуйя, благодарим Тебя, Господь Благодарим Тебя, Господь, за радость Твою, которая приходит в наши жизни Слово Божье говорит, что радость – это наша сила И Царство Божье – это праведность, мир и радость, Дух и Святом О, я не живу тем, что я чувствую Я смотрю на Него Радость, Господи, Моя слава, моя сила Аллилуйя Ветер дует сильно Водом не утопить меня Ветер дует сильно Но я держу в своих руках Ветер дует сильно Водом не утопить меня Ветер дует сильно Но я держу в своих руках Я не живу тем, что я вижу Веду за тем, во что я верю Я не смотрю на обстоятельства Вижу свою любовь Радость, Господи, Моё Это моя сила 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 Радость, Господи, Моё Ветер дует сильно Водом не утопить меня Ветер дует сильно Но я держу в своих руках Я не живу тем, что я вижу Веду за тем, во что я верю Я не смотрю на обстоятельства Вижу твою любовь Радость, Господи, Моё Это моя сила 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 Радость, Господи, Моё Радость, Господи, Моё Это моя сила Радость, Господи, Моё Радость, Господи, Моё Это моя сила Радость, Господи, Моё Я знаю, в кого я уверовал Радость, Господи, Моё 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 Наполняет всё внутри, Радость наполняет всё внутри, Ждёт твой сердце моего. Тяжело, конечно, представить, Как радость наполняет под вот такой трэш. О-о-о! Аллилюя! Радость наполняет всё внутри, Наполняет всё внутри, Радость наполняет всё внутри, Рвёт твой сердце моего. Радость наполняет всё внутри, Наполняет всё внутри, Радость наполняет всё внутри, Рвёт твой сердце моего. Радость наполняет все внутри Радость, Господи, моё, это моя сила 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И есть жизнь в имени, лишь только в имени Иисуса, Иисуса. Есть свобода в имени, исцеление в имени. Есть сила в имени, спасение в имени. Есть жизнь в имени, лишь только в имени Иисуса, Иисуса. Есть свобода в имени, исцеление в имени. Есть сила в имени, спасение в имени. Есть жизнь в имени, лишь только в имени Иисуса, Иисуса. Есть свобода в имени, исцеление в имени. Есть сила в имени, спасение в имени. Есть жизнь в имени, лишь только в имени Иисуса, Иисуса. Есть свобода в имени, исцеление в имени, исцеление в имени. Иисус, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы благословляем Твое святое имя. Дух Святой, я прошу благословить. Сила в имени, исцеление в имени, исцеление в имени. И мы просим Тебе, Святой Дух, прикоснись каждому человеку своей силой, своим могуществом и своей славой. Сила в имени, исцеление в имени, исцеление в имени. Сила в имени, исцеление в имени. О, Дух Святой, Тебя желаем видеть на этой песне. О, Дух Святой, Чиялама кандалов! Аллилуйя! О, Дух Святой, Чиялама кандалов! Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе! Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы благословляем Тебя! Амен! Слава Богу! Доброе утро, дорогие братья и сестры! Очень рад всех видеть. Пожалуйста, присаживайтесь. Те, кто далеко сидит, тут поближе места еще остались впереди. Поэтому, грубо говоря, сделайте так, чтобы поближе все сели. Всех, чьи глаза я буду видеть, у них 100% будет изменение в жизни. Поэтому пересаживайтесь ближе. Давайте несколько минут еще на языках помолимся. Слава Богу! 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 святой дух мы молимся чтобы ты прикоснулся к каждому человеку и я прошу тебя исцели все заболевания женские божий исцели все мужские проблемы господь во имя иисуса христа мы верим твое помазание мы верим силу твои исцеления я связываю всякую болезнь я всякую всякий нечистый дух связан на этом месте разрушает твой контроль дьявол над сердцами жизнями и судьбами людей и я призываю силу благодати божьей аллилуйя на каждую жизнь на каждую судьбу во имя отца и сына и святого духа амин слава богу дорогие братья и сестры очень рад приветствовать всех пасторов и епископов здесь встаньте пожалуйста всех кто пастора есть епископа давайте мы прославим бога за них слава богу особую респект хочу вы высказать всем нашим епископам пасторам которые с россии приехали давайте еще раз прославим бога в украину последнее время не так легко пробираться становится вот с каждым разом все сложнее и сложнее и сложнее но я думаю что скоро все кончится и мы опять станем нормально курсировать туда-сюда слава богу сегодня у нас второй день семейной конференции и хочу сразу сказать успех семейной жизни он вообще никак не зависит от внешних обстоятельств успех в семейной жизни он никак не зависит от внешних обстоятельств люди которые пытаются спихнуть все свои проблемы на какие-то внешние проблемы трудности они лицемерят они не говорят правду ну что успех семейной жизни на сто процентов зависит от тех принципов которые ты заложил своей семье и заложить принципы божественной семейной жизни это наша ответственность эту ответственность должны взять на себя два человека муж и жена если мы отказываемся от принципов божьих просто отказываемся 126 псалом весь псалом он говорит о семье там написано что напрасно рано встаете поздно ложитесь напрасно едите хлеб печаль я бы еще добавил туда это по контексту нормально подходит туда что напрасно молитесь напрасно посты берете напрасно смиряетесь в другом месте бог говорит напрасно жертвенник мой слезами обливает то есть если бог не созиждит дома напрасно все напрасно все напрасно мы не устанавливаем принципы на этой земле эти иногда люди пытаются восстановить установить какие-то принципы там блатные говорят у нас свои понятия политики говорят у нас свои понятия проходит время понимаем что все принципы которые люди установили у них жизнь 70 при большей крепости 80 и основная пора труд и болезни человеческие принципы долго не живут божьи принципы живут вечно поэтому если я хочу построить крепкую семью и я понимаю что для меня это важно потому что многие люди они не считают это чем-то важным они в жизни находят это более важные вещи более важные цели находят если считаю что для меня это важно я устанавливаю божьи принципы понимаете это дом он устоит независимо от тех обстоятельств которые будут вне более того если я устанавливаю божьи принципы то согласно этих принципов бог начинает мою семью благословлять и благословение касается мужа жены гармонии в их отношениях благословение касается их детей их внуков их правнуков поэтому моя задача основная как человека который хочет видеть свою счастливую семью делать все чтобы установить эти божественные правила другими словами чтобы построить все правильно кто-то говорит но мы вот как так вот мы как живем так живем знаете все временные вещи они какое-то время кажутся крепкими любой сарай постав он кажется ну сарай а чё нормально можно даже жить в нем но приходит время испытаний трудностей все рушится все валится дорогие к великому сожалению будучи вот сейчас епископом если раньше мне приходилось членами церкви разбираться приходилось отлучать людей за разводы за блуд то сегодня я как епископ я не членов церкви отлучаю убираю мне приходится по старому отлучать убирать почему потому что люди они наплевательские отнеслись к принципам своей семье они сказали как вот идет так идет хочу как живем так живем а чё в чем проблема вообще нет знаете можно привыкнуть жить как попало во всех сферах жизни да можно просто привыкнуть но кто знает что мы сами устраиваем свою жизнь да мы сами устраиваем свою жизнь сами знаете библия говорит мудрость построила дом выкопала точила мудрость отнесла этот дом оградой мудрость мудрый человек сам устрояет свой дом понимаете все просто ты хочешь по жизни тащиться ну в переводе с греческого жить счастливо нет проблем нет проблем построить себе дом выкопать бассейн рядом с домом построить баню посадить апельсиновые деревья и вот представь у тебя жизнь начинается называется я тащусь я тащусь по жизни ты проснулся в своем доме вот так лежишь никто тебе по потолку на каблуках не ходит это удивительно вообще это удивительно почему надо в 6 утра одеть каблуки и ходить собираться на работу в каблуках это какое-то безумие ну почему нельзя ходить в тапочках нет надо одеть каблуки и ходить в каблуках в 6 утра и вот ты в своем доме ты его построил ты лежишь и тебе не надо слушать там каблуки чьи-то ты тихо аминь ты вышел на улицу в свой бассейн поплыл аминь сходил в свою баню попарился опять в бассейн потом уже ты напарился на это сорвал апельсин съел ты тащишься по жизни но прежде чем ты начал тащиться ты много-много работал так сама семья друзья понимаете прежде чем ты начнешь в семье тащиться многие люди они воспринимают все как совершившийся факт ну все поженились все все ребята я вам хочу сказать все все только начинается ты женился это ты участок получил ты пришел на участок а там немецкий бурьян по пояс там мыши крысы бегают черти всякие сидят там и участок у тебя уже есть но надо работать если ты хочешь действительно счастливо жить тебе придется слушай мы сами творцы своего счастья никто за нас не построит нашу семью слушайте я устал от дебилов я устал от харизматических дебилов я от них устал я устал от этого момента сейчас произойдет чудо и все резко изменится я устал от этого я не хочу это слышать я не хочу это видеть я говорю таких чудес не бывает чудеса не происходят таким образом была семья двух идиотов вдруг раз я недавно об этом проповедовал я хочу два слова буквально напомнить у людей нет правильного представления что такое исполнение святым духом у нас извращенное представление об исполнении святым духом нас неправильно научили харизматы наши отцы нам неправильно это рассказали для нас исполнение святым духом это какие-то мурашки сила ощущения переживания на крайняк бесы выходят ну там еще на крайняк я сильно святым стану ну когда ты открываешь одиннадцатую главу Исаии и ты читаешь с первой главы там написано сойдет на него дух господен и потом Господь просто взял знаете поделил дух господен на части просто поделил чтобы объяснить как выглядит дух господен как он выглядит дух господен он говорит это дух премудрости по второе дух разумения третье дух совета четвертое дух крепости пятое дух ведения и шестое дух благочестия из шести пунктов четыре касаются мозгов четыре из шести касаются мозгов один касается силы и еще один касается святости понимаете в чем проблема многих людей вынесите мне ту штуку брат ну раз ты вынесешь ты уже и будешь ты уже ты уже будешь главным тут он ушел навсегда нет он вернулся одевай не так путин одевал каску надо правильно о класс типичный харизмат да застегнуть надо типичный харизмат это типичный член харизматической церкви смотрите дух святой на него сходит на голове шлем сюда дух святой не проникает поэтому он проникает куда в руки руки трусятся у него дух святой сошел в ноги танцевать дух святой сошел ноги начинают дергаться да куда еще дух святой а бесы выход бес что такое бес вышел вышел бес да все бесы вышли руки трусятся ноги трусятся мурашки короче от снов до головы они человека почему потому что когда дух святой сходит а здесь шлем знаете многие люди они сами себе шлем на голову надели да они библии даже это вычитали надейся на господа всем сердцем и не полагайся на разум твой понимаешь в цепях даже учат так они говорят слушай ты когда будешь стоять и служить ты сейчас не прошу не думай чтобы дух святой тебя коснулся то есть выключи мозги мозги выключи выключи мозги понимаете в чем проблема люди начинают жить годами с выключенными мозгами и когда им говорят говорят надо вот это поменять надо вот это поменять они говорят дух святой сделай что они имеют ввиду они имеют ввиду что опять дух святой сойдет опять начнется какие-то ощущения дух святой сделать а дух святой смотрите он говорит 4 вещи я хочу изменить здесь одну вещь я хочу изменить здесь это святость дать тебе и одну вещь я хочу дать здесь чтобы через эти руки что действовало помазание представляете один к четырем это твое мышление эти в 11 главе из а я не буду эту проповедь пробовать вы возьмете и потом в 11 главе из а я говорится такие вещи интересные вот когда ты читаешь ее что после того как дух господин по чьет там начнется вообще такие чудеса сверхъестественные там лев будет есть жить с ягненком рядом у нас не то что лев с ягненком с два человека жить рядом не могут они могут жить рядом за чего не ну как из-за чего пастор родословное проклятие мы не можем вы два человека эти господь когда привел жену когда мы он объяснил ему ему объяснила смотри сюда это плоть от плоти твоей кость от костей твоих она жена твоя будут помощницей твоей соответственно тебе то есть ничего на ней не растет нити не волосы не грива ни хвоста нету понимаешь не копыт нету все как бы полностью человек от плоти трех и два человека два человека они не могут мирно жить они не могут мирно жить а библия говорит что там дитё будет играть с аспидом кто такой аспид это такой страшный змей и ребенок у такой маленький он и давай этого с этим змеем вот так крутить его направо на лет знаете как дети играются знаете как дети с котами играются я пришел в одну семью там четверо детей короче и я смотрю там кошка она короче вот но она не кошка я хотел ее погладить она так вот клад зубами вот так раз и они четырем сидят такие знаете 4 изверга и говорят это не кошка это у нас как собака она они как дети играются так вот библия говорит что вы будет такой мир будет такой мир что львы будут есть траву вы перестанут быть кровожадными вы перестанут понимаете будет такой мир и все это из-за чего друзья это из-за того что изменяется что мозги меняются мышление меняется кто у людей мозги не меняются к чите как их мурашки есть есть святостью не даже понимаешь самое страшное в жизни это святой дебил это самое страшное даже когда человек святой и он идиот это страшно самое страшное в жизни это когда у человека есть сила нет мозгов амэн знаешь когда давид был помазан он государство сделал когда самсон был помазан я уж извиняюсь среди ну когда самсон был помазан я когда читаю что он сделал у меня просто вот как-то начинается внутри куда не сварение да может такой говорит тысячи отомщуем взял городские ворота снял положил на плечи отнес на гору и положил представьте себе на одну минуту да там вот допустим кузя это самсон дима кузьмен и он он этот как эти на шахтах называется что вот это вот крутят уголь наверх вот это крутит эту фиг не куплю копер вот он взял утром копер снял и на террикон отнес и положил ага сужите дальше чудо такое было лисиц наловил связал им хвосты я вот просто эти я иногда думаю ну не часто но бывает я думал представь поймать лисиц связать им хвосты это значит каждая лисица бежит свою сторону писал торвется туда торвется туда торвется туда и подпалить их это ужас я уверен что доступ духа святого был сильный жизнь самсона во все сферы но вот одна сфера самое главное туда не было доступа просто андрей говорит из-за волос я не знаю из-за чего но туда не было доступа понимаете в жизнь многих людей у них есть доступ духа святого везде но у них нет доступа духа святого к мозгам мозги заблокированы религией заблокированы проклятием заблокированы мы же проклятые люди мы же мы же проклятый народ мы жили в атеистической стране где все были православные только для того чтобы свозить ребенка колдунья это такой знаете тройной шлем атеизм первый слой религия второй слой оккультизм третий слой мы в три слоя выходе поэтому когда дух святой сходит понимаете он не касается мозгов многих людей люди могут иметь силу мертвых воскрешать а жить как черти почему даже мозги не не просвещены силой святого духа поэтому когда человек сидит даже в церкви он на что рассчитывает сейчас какое-то чудо придет знаете вот ну вот все в стиле русских сказок скатерть самобранка где я уже пастор где скатерть самобранка где мой ковер самолет кто мне ковер самолет подгонит какому пасту какому члену церкви бог сказал подарить мне машину пастору нужен ковер самолет понимаете у людей мозги они работают на какие-то вот такие вот вещи ну уж оно придет само по себе и все да но бог хочет действовать через твои мозги поэтому библия говорит что мудростью 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 давайте скажем мудростью все устрояется мудростью то есть что такое мудрость это посещение духом святым твоего разума скажи посещение духом святым твоего разума должна прийти мысль от духа святого понимаете не посещение рук даже не посещение когда там чувство бесы с меня лезут лезут с меня без ну хорошо ну лезут ну вылезли дальше что дальше что когда бесы со стороны опять посмотрят на твой тупые мозги они вернутся туда они а он вылез потом посмотрел тане чё я вылез то тут тут атмосфера для моей жизни и существования самая лучшая я здесь должен жить понимаете изменения должны вот здесь происходить и четыре к одному четыре к одному четыре к одному а люди это все отмели они говорят главная сила главная сила кто-то кричит в религиозном главная святость да святость важна и сила важна и сила важна и святость но понимаешь когда нет мудрость когда нет разумения мудрость это знать что делать когда ко мне приходит пастырь что делать вопрос дурак я такой же дух святой какой у меня зачем ты мне этот вопрос задает что делать дух святой знает что делать амэн дух святой живет в тебе дух святой знает что делать дух святой живет в тебе дух святой знает что делать дух святой живет в тебе как его мне не дают бог духа святого никому не ограничил говорит этому децел никому не ограничил почему потому что вот сюда нет доступа шлем надо снять и просто сказать бог я буду учиться я буду сидеть и слушать слушать я буду читать читать слушать читать слушать читать я буду внимать мест я буду задавать вопросы амэн зачем я понимаю что я не понимаю когда человек понимает что он не понимает это первый шаг вообще каким-то изменениям а когда он живет и говорит я понимаю что все ничего не понимают вокруг меня я один умный смотрите мудрость это то на что бог определил нас на вечно на вечно чтобы мы познавали мудрость вечно мозги задействованы человека мозги на 0 7 процента вам это о чем-то говорит бог дал нам потенциал развития он сказал ты будешь развиваться бесконечно 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 то есть слушай ни один орган в теле человека не не имеет бесконечного развития потенциала не один орган ну ну накачаешь ты бицепс вот здесь ну такой он будет ну как ведро будет 10 литровое что дальше все все где-то остановка здесь нет остановки мозги можно развивать вечно можно развивать вечна поэтому знаете бог бог когда кому-то что-то говорил запиши 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 для чего чтобы ты прочитал 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 проч dated crowd почему прочитают уже мозги меняются когда мы получаем какую-то информацию. И не зря этот принцип, он во всем мире. Те, кто читает книги, рулят теми, кто смотрит телевизор. Так было всегда. Возьмите, откройте в интернете, как проходит День Путина. Все знают, что он до 12 часов дня читает книги. Да. Если ты хочешь рулить миром, у тебя должна в информации... Я не спорю, хорошо рулить, плохо рулить, это не играет роли. Но рулить. Гитлер никогда в жизни не пил, не курил и не употреблял наркотик. Он был бомжом, у него не было где жить. Знаете, где он проводил целые беднями? Он учился в двух университетах, остальное время сидел в библиотеке. И когда задается логичный вопрос, а что это Гитлер, сатана его поставил? Посмотрите, есть даже платформа для того, чтобы ты стоял где-то. И платформа – это твои знания, пусть правильные знания, пусть неправильные знания, но знания. Когда люди говорят, я молюсь, чтобы сила сошла, и чтобы я мог мертвых воскрешать. А-а-а, все, я воскрешаю мертвых. Гитлер, слушай, ты это... Воскреснут мертвые. Никто не поверит. Помните Лазарь с бедняком? Что сказал Господь этому богачу? Помните? Он говорит, у них Писание есть. Пусть читают Писание. Он говорит, если кто-то из мертвых придет, они поверят. Он говорит, да из мертвых придет, не поверят. Пусть читают Писание. Если человек дурак, ему даже мертвого покажу. Он говорит, о, мертвые с косами стоят. И все. И на этом все закончится. Понимаете? Бог хочет преобразить мышление. Дух мудрости – это начало. Дух, дух, разумение – это номер два. Как знание применить на опыт. Знаешь, иногда я говорю, говорю, ребята, надо учиться на библейской школе, на миссионерской школе. Знаете, что мне отвечают пастора? Они мне отвечают, я все знаю. И знаете, я когда-то подумал. Я думаю, действительно, некоторых людей, их можно поставить, и они будут с таким же успехом читать то, что я читаю здесь без проблем. А у них есть уже мудрость. То есть их голова наполнена определенными знаниями, но у них нет разумения, как эту мудрость привести в действие. Как применить, применение, применение. Знаете, все многие люди прочитали эти книги по семье. И они все это знают. Они в Библию, они уже 54 раза прочитали. Муж, глава семьи. Муж, я, любите своих жен, как свои тела. Все, они это все знают. Ты говоришь, а давай я тебе еще раз это скажу. Ну хорошо, скажи мне еще раз. 55-й раз я теперь это знаю. Но у них нет разумения, потому что Дух Святой дает что? Разумение, способ применить. Дух Совета, Дух Святой дает время, когда применить. Амэн. Дух Видения, Дух Святой дает тебе понимание твоего будущего. Поэтому, когда нет доступа к мозгам, я это вижу очень часто, у людей есть доступ к сердцу. У них нет доступа от Духа Святого к голове. А когда нет доступа к голове, они живут в проклятии, не зависит от того, сколько они энкаутров прошли. Потому что Дух Святой хочет менять разум. Идея должна приходить, мысль должна приходить. Мысль должна приходить. Что такое творчество? Что такое креатив? Это мысль приходит. Даже если у меня сегодня все плохо в доме, все плохо в семье. Я молюсь, и Дух Святой сходит на меня. И я говорю, все, я теперь понимаю, каким путем, шаг за шагом, я восстановлю свои отношения. Я понимаю, потому что Бог дал мне Дух Разумения. Бог дал мне Дух Совета. Что надо сделать? Как надо сделать? Смотрите, после, 11 глава, после того, как Дух Святой сойдет, написано, что будет мир везде. Скажи, мир, мир. Мир будет везде. Великий мир будет. Почему? Потому что у нас земля будет наполнена чем? Ведением. Амэн. Не потому, что все будут дрожать. Не от того, что все будут тащиться. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. На меня радость сошла. Радость – это эмоциональная сфера. Амэн. Но на меня Дух Радости сошел. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. На меня Дух Радости сошел, потом он ушел, пришел Дух Депрессии. Вы знаете, что, когда у человека сильно бурные эмоции, то тогда у него постоянные перепады. И вот эти люди, которые сильно ржут, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Потом смотришь, у них вторая сторона начинается. Он такой, репутация, хохотун. Помните эту историю? Говорит, мужик пришел к крючу, говорит, слушай, депрессия замучила. Он говорит, слушай, да там вот этот комик, комик, говорит, приехал какой-то. Он смешит всех, сходи на этого комика. Он говорит, так я этот комик. Я, говорит, хохотун. Поэтому, друзья, Дух Святой хочет мозги просвещать. Мозги. И Библия говорит, мудрая жена что делает? Это чего касается? Это касается эмоциональной сферы? Или это касается совести? Нет. Это касается мозгов. Это касается мозгов. Нет мозгов, ты ничего не устроишь. Нет мозгов, ты ничего не устроишь. Когда ты смотришь на людей, они богатые люди, у них есть деньги, но у них нема мозгов. Я был сейчас в Гане. Знаешь, Милс об этом постоянно говорит. Он говорит, это ужас, в каком месте мы живем. Я смотрю, вот где люди, там мусор, банки, склянки, грязь, дохлые крысы, вот так железо какое-то покореженное, какие-то бумажки, там все эти пакеты, целлофановые банки, склянки, вот так вот куча везде мусора. Я еду, я говорю, бишоп, Сэм, у меня вопрос, я говорю, а у вас есть коммунальная служба в городе? Он говорит, а что такое коммунальная служба? Я говорю, ну это вот когда есть мэр, он город поделил на регионы. В каждом районе поставил ответственность за то, чтобы там был порядок, чтобы там была чистота. Он говорит, нет, у нас такого нет. Правильно. Понимаете, не вопрос в том, что нет денег. Ганна добывает, один из мировых, первых в мире добытчиков золота. 200 лет назад, когда первые белые туда приплыли, знаете, что они увидели? Золото лежало на пляже. Они шутят, они говорят, мы кидались золотом в детстве. Вот так вот брали, кирпичами, золото. Нет, это бывает. И вопрос не в том, что все это добыто, все это есть, это богатство. Знаете, когда люди говорят, мне деньги надо для успеха, мне надо помазание, мне надо дары, мне надо дух какой-то. Слушайте, я же не отрицаю это все. Но когда мы смотрим на Давида, Давид сделал государство. А когда ты читаешь расширенную информацию о Самсоне, расширенную, кто-то это мне говорил, я не помню, там, там, описывается его жизнь и говорит, все филистимляне были в шоке от этого бандита. Потому что они его по-другому не называли. Он вел себя как бандит. То челюстью тысячу человек убил. То эксперименты там с веревками, помните? Свяжите меня, развяжите меня. То с этой дамой связался. Извините. Понимаете, здесь вопрос в чем? Когда мы уж говорим, там, знаете, мы проповедуем, на Самсона было сильнейшее демоническое давление. Знаешь, когда у тебя в мозгах свет? Когда у тебя в мозгах свет? Просто свет. Знаешь, свет. Бог есть свет, есть свет, есть свет. Когда у тебя в мозгах свет, то тебя даже демоническое давление не берет. Ты вдруг посмотришь, эта кобыла добивается, где у тебя есть сила, где твоя сила, где твоя сила. Просто тупо сказал, извини. Мне срочно надо уйти. Насколько? Скоро я позвоню. Поженимся? Созвонимся. Мне надо разрешить, чтобы над тобой эксперименты проводили. Если мои волосы заплетешь в ткацкую доску, или куда она там их заплетала? В станок, волосы в станок. Какой ужас. То, говорит, сила моя сила, она заплела ему волосы в станок, он стоит, сломал этот станок, поломал все и опять лег к ней на колени. Может, не надо было? Может, надо было валить вообще? Когда нет мозгов, когда у тебя нет понимания, нет мудрости, нет разумения. Понимаете, ты ничего не построишь, ты ничего не построишь. Умные люди, иногда они даже разводятся, знаешь, и ты смотришь, они разводятся, да, это плохо развод, это мирские люди, они грешные, они проклятые, но у них в мозгах что-то есть, и они встречаются со своей бывшей женой, целуются, обнимаются, говорят, о, привет, дорогая, как жизнь, да? Тут два христианина. Им разводиться нельзя. Они живут, что два черта каких-то. Она ходит, неделями обдумывает, какой же ему такой ответ дать, чтобы побольнее было. Он ходит, неделями придумывает, как бы ее в стойло поставить. Почему? Потому что Дух Святой касается всего, кроме мозгов. Потому что мудрость устрояет, я говорю, мудрость устрояет. И к чему я это все рассказываю? Поймите, не бывает успешной семьи, если ты не установишь божественные принципы. Ты можешь построить миллионную церковь, но если ты не установишь божественные принципы в своей семье, твоя семья разрушится. Понимаешь, семья это не только ты и жена, и ты и муж, это не только это. Одни люди ко мне пришли, говорят, пастырь, мы хотим развестись. Я говорю, а сколько у вас детей? Двое. Я говорю, скажи мне один вопрос, ответь. За что бы ты мог отдать жизнь свою на земле? За что бы ты мог умереть? Только без религиозного пафоса, потому что сразу все говорят за Иисуса. Еще скажи, за партию Порошенко или за Единую Россию. За Иисуса. Знаете, я не об этом спрашиваю, я человеческий вопрос, простой вопрос задаю. Да вот мы обычные люди, за что мы готовы умереть? Единственное, за что люди готовы умереть, это единственное, никто ни за что больше не готовы умереть. Единственное, за что люди готовы умереть, это за свои детей. Так умри. Я говорю, умри. Семя, если не умрет, плода оно не принесет. Муж, если не умрет, счастья у жены не будет. Жена, если не умрет, счастья у мужа не будет. Умри. Не, ну ради детей, да. Детям бы я свои почки отдал бы, и сердце свое отдал бы, и все отдал бы, кровь бы свою перелил бы, все детям бы отдал. Так умри. Что, жить ради детей? Послушай, не жить ради детей, а строить ради детей. Есть разница, просто жить ради детей, и строить ради детей. Поэтому семья – это строительство. Это строить правильно, это строить так, как написано, понимаешь? И для того, чтобы нам понять смысл вообще вот этого строительства, понять его, его нельзя понять без Писания. Нам нужно обратиться в первую главу Библии. Ну, скорее всего, во вторую. В первую главу, в первую книгу Библии, во вторую главу. В первую книгу Библии, во вторую главу. И мы прочитаем несколько стихов. 21 стих. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон. Когда он уснул, взял одно ребро и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку». Первая мысль. «Привел ее к человеку». Давайте вместе скажем «Привел ее к человеку». Первая мысль. Мужей же он дает Бог. Для жены Адам был от Бога. Для мужа Ева была тоже от Бога. Кто их познакомил? Бог. Первый принцип строительства семьи. Это не религиозная теория. Это теория жизни. Жизни. Браки строятся где? На небесах. Это жизненная теория. Это в любой заг зайди. Стоит эта тетка. Обычно, знаете, в длинном платье. Они, мне кажется, их как под копирку делают. Одинаковые они все. Раньше такие гули у них тут были. с какой-то красной книжкой. Брачующиеся. Браки строятся на небесах. Они-то говорят. Почему? Потому что это закон, это принцип. Строит семью Бог. Не человек. Бог. Все, что строится Богом, оно строится на простых вещах, на откровении. Все, что строится Богом, строится на откровении. Ты говоришь, пастырь, ну, я когда женился, я вообще не имел откровения, я пьяный был. Может быть, это просто, ну, не то ребро, не то ребро, не мое ребро. потому что мне надо, ну, другое ребро поменять. Послушайте, я знаю одну такую важную вещь. Если ты не получил откровение в начале, то тебе ничто не мешает получить его впоследствии. То есть, тебе нет проблем получить его завтра. Получить его послезавтра. И если ты будешь молиться Богу, сильно много молиться, будешь там поститься, 40 дней в пост пойдешь и в молитву. И придешь ко мне и скажешь, ты знаешь, Бог мне сказал, что моя жена это не моя жена? Я палец себе отрублю. Бог такого никогда не скажет. Бог откровением подтвердит твой брак. Независимо от тех проблем, которые у вас есть. Если ты ищешь откровения, Бог откровением только подтвердит твой брак. Бог никогда откровением не разрушает брак. Почему? Потому что Библия нам это ясно говорит, если кто-то разведется, тот уже что делает? Прелюпотействует. То есть Бог не является той личностью, которая поощряет прелюбодеяние. И когда человек говорит, пастор, я женился, у меня не было откровений, сейчас получи откровения. Куда ты направляешь свою духовную жизнь? Куда ты направляешь свои молитвы? Куда? Куда ты направляешь их? Направить, чтобы получить откровения. Знаете, не всегда так бывает, что ты становишься мужем и уже имеешь откровения. Так само, как не всегда бывает, ты становишься пастором и имеешь откровения, что ты пастор. Я стал пастором, у меня не было откровения, что я пастор. Я получил это откровение лет через пять. Насчет епископа еще вообще не получил даже. Поэтому не всегда надо говорить, а вот у меня не было откровения, не было. Ты можешь его сейчас получить. И если ты хочешь начать нормальную нормальная семья, она начинается с фундамента. Да, дьявол ненавидит откровения. Двенадцать апостолов было у Иисуса. Скажите, кто больше всего проблем пережил? А? Кто пережил больше всего проблем? Петр пережил. Почему? Иоанн, который любил Иисуса, он не пережил столько проблем? Почему Иаков? Знаете, мы там проповедуем, Петр, знаете, он просто самонадеянный, гордый был. Ерунда это все. Все это ерунда. Петр был точно такой же, как Иоанн и Иаков и все остальные. Но дьявол атаковал, что? дьявол атакует откровение. Вот почему Петр, имевший откровение, он несколько раз отрекся от Иисуса. Имел откровение, отрекся. Имел откровение, отрекся. когда говорят, вот там, у нас такой в семье беспорядок, у нас такой хаос, у нас такие проблемы, у нас такие это. Слушайте, пусть хаос, беспорядок, они не ставят под сомнение откровение. Пусть проблемы не разрушают твое откровение. Понимаешь, Петр, он упал, он отстал от Иисуса, он, когда ты смотришь этот спектакль, который пастор Алексей поставил, Кифа, там так видно, он поет эту песню, три сумасшедшие дня, какое-то мучение, страдание, я отрекся от Иисуса. Слушайте, есть люди, которые сильно вы переживали из-за конфликта в вашей семье, вот вы сильно переживали. Если такие люди есть, поднимите руку. Ты позорился с женой, у тебя проблемы, ты переживаешь из-за этого конфликта. У кого-то есть такие? У меня есть. Прикинь, я не знаю, может у меня, вот с некоторыми людьми я конфликтую, да что с некоторыми, иногда конфликтуешь, с мэром конфликтуешь, с ментами конфликтуешь, и так не переживаешь, как конфликтуешь с женой. Ходишь себе, места не находишь, думаешь про это все время, блин, а что тебе от нее вообще? Она тебе что, зарплату платит, нет? Что переживать? Потому что откровение, оно что-то делает. Оно что-то делает. откровение соединяет людей в духе. Почему надо, почему вот этот вопрос откровения надо постоянно держать наверху? Это нельзя забывать никогда, это никогда нельзя забывать. Знаете, как бывает, допустим, там что-то не клеится, не ладится, все. Думаешь, может, я не пастырь, да, это ты думаешь. Но тут наверх всплывает, что? Откровение, ты говоришь, не, 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 не надо. Вот так Петр отрекся. Извини, он выглядел какой-то скотиной. Ему Иисус предупреждает, говорит, петух запоет, ты отречешься от меня. Тут говорит, Господь, все отрекутся, я не отрекусь. Ты выглядел тварью какой-то. Все не отреклись? Петр перед служанками, какая-то тетка зашла, говорит, ты был с ним, я век воли не видать, я не знаю. Не видел, я даже никогда не ходил с ним, я вообще даже не знаю, а кто он такой вообще? Как вы назвали? Иисус, да? Первый раз слышу, вообще Иисус, да. И тут, знаешь, он высказался, такую тираду сказал, та тетка развернулась, ушла, тут кукарику. Он думает, вот это я, вот это я гоню. У кого-то была такая мысль, что ты вот в семье ты и гонишь? Скажите себе, я гоню иногда в семье. Я вот иногда гоню просто. Вот есть люди, которые так не повторяют за мной. Я сказал, повторить, Леша. Еще раз повтори, значит, без выражения было. А с выражением повторить. Я гоню, гоню я, гоню я, гоню я в семье. Да? Бог взял Петра и Иисуса, и Он их связал. Через откровение они уже были одно. Прикинь, Иисус и Петр через откровение уже одно. Они уже одно. Они в Духе одно. Дух Святой живет в Иисусе, в Иисусе и живет в Петре. Тот же Дух Святой. Они одно. Бог их в Духе соединил, они одно. Почему Библия говорит, когда Бог создал мужчину и женщину, создал их. Почему вторая глава пророка Малахии говорит, «Никто не поступай вероломно против своей жены, береги Дух Свой». Почему написано, что вы напрасно обливаете жертвенник слезами? Я не слышу ваши молитвы. Ты спросишь, из-за чего? Из-за того, что ты поступаешь вероломно против своей жены. Почему так написано? Почему Петр говорит, он говорит, «Я хочу, чтобы вы обращались с женами благо...» Я хочу, чтобы вы с женами обращались духовно. Не духовно, а как? Разумно. Я говорю, не духовно, а как? Разумно, с мозгами обращались. Почему? Чтобы у вас не было препятствий в молитве. Обалдеть. Причем здесь это? Я помазанник. На мне Дух Святой. У меня великое призвание. Ты что? И что же ты помазанник? И что же на тебе Дух Святой? И что же у тебя призвание? Это все ерунда. С женой поссорился, в Духе проблема. С женой поссорился, между тобой и Богом стоит препятствие. С женой поссорился, у тебя стена. Женщина, это я не говорю ни для того, чтобы вы издевались над мужьями. Я знаю, это же моя жена когда-то надо мной издевалась. Перед проповедью. Специально перед проповедью испортит мне настроение. И смотрит, думает, ну и давай, ты первый. Тебе же проповедовать. Сейчас она проповедовать начала. Теперь я могу ей испортить настроение. Я говорю, ну, тебе сегодня идти проповедовать? Иди сюда. К ноге. Это не для того, чтобы издеваться. Это для того, чтобы вы понимали, что духовная жизнь, она является хорошая духовная жизнь, она является причиной ее это семейная нормальная жизнь. Это соединение в духе. Соединение в духе. Что такое соединение в духе? В духе она соединяет откровение. Знаете, когда я был, вот я в новом поколении уже сколько, кто знает сколько лет? Не помню сколько. 20 лет, наверное, или 22. Кто знает сколько? И сколько у меня было проблем, которые побуждали меня снова в поколение уйти. Я иногда разговариваю с людьми, мне говорят, ты что, тут еще до сих пор? Мы уже давно думали, что ты выкинул это все из головы, и ты там развиваешься, там с Йонгичо, там еще с кем-то, еще с кем-то. Понимаешь, то, что ты получил в дух, это нельзя просто отколоть. Это нельзя просто изменить, то, что в духе у тебя, это нельзя просто от этого отказаться, так легко сказать, ой, я передумал все уже. Поэтому Библия говорит, что берегите ваш дух, берегите дух, берегите дух. Знаете, Знаете, плоть даже беречь на, потому что плоть – это сосуд. Кто знает, что плоть – это сосуд? Смотрите, вот эта вода в стакане, она только потому в стакане. Если ее вылить, через 15 лет уже не будет. Она высохнет, и все. Библия говорит, мы будем как вода, пролитая на землю, которую нельзя собрать. Вот наша плоть. Вот наша плоть. Кто разрушит храм Божий, покарает Бог. Нельзя разрушать свою плоть. Ну, понимаешь, плоть нельзя разрушать, да, но дух разрушать – это еще хуже. Потому что если ты плоть разрушишь, твой дух уйдет на небо. А если ты дух разрушишь, тебе некуда идти. Семейная жизнь, она либо разрушает твою духовность, либо строит твою духовность. Потому что основой семьи является откровение. Это здесь не надо вообще ни о чем говорить. Если ты хочешь строить семью, тебе надо откровение. Если ты уже построил семью, тебе тем более надо откровение. Тем более надо откровение. Какое откровение? Я должен получить откровение, что моя жена – это моя жена, данная мне от Бога. Ну, я не знаю, она мне не очень нравится. Ну, значит, Бог тебе дал. Понимаешь, ну, как тебе сказать, вопрос семьи – это вопрос строительства. Это вопрос строительства. Это не вопрос, что вот тебе вот дали уже готовое все. Ты строишь. Поэтому я бы разделил семью на три таких важных важных составляющих. Первое – основа семьи. Основа семьи – это откровение. Основа семьи – это откровение. второе – строительство семьи. Это посвящение. и третье – цель семьи. Это одна плоть. Это то, о чем говорит Библия. то, о чем говорит Библия. Оставить человека отца и мать, прилепиться к жене своей, и будут двое одна плоть. Знаете, почему у людей нет счастья в семье? Потому что они не понимают цели семьи. цель семьи. Цель семьи. Очень важно понять цель семьи. Если ты не понимаешь цель, тогда нет смысла вообще в том, что ты делаешь. Молитва без цели. Какой смысл в молитве, если ты не знаешь, о чем ты молишь? Прежде чем молиться, надо что сделать? Определить цель. Прежде идти проповедовать. Знаете, проповедники, они иногда проповедуют о чем? Обо всем. Если ты не понимаешь цель проповеди, вообще не надо проповедовать. Зачем? Зачем людям, понимаете, везде в жизни есть цель. Когда ты приходишь в аэропорт, у тебя есть цель, правильно? И цель, вот она висит на этой доске объявлений. Да, это тот город, куда ты хочешь попасть. В жизни должна быть везде цель. Бесцельная жизнь, это тупая жизнь. Опять же, без мозгов. Какая цель брака? Цель брака станут одна плоть. Вот цель брака, это единство. Спроси Зеда, ты работаешь на единство? цель брака это единство. Цель брака это не понимаете, вот как сегодня мы хотим построить движение, да? Мы были в церкви умился, я сидел думал, думаю, Господи, как сделать так, чтобы в нашу церковь ходили наши дети, чтобы в новое поколение ходили наши внуки. Жизнь такая штука, завтра я умру, Ледяев умрет. Мы способны умирать вообще, люди способны умирать. Кто знает, что люди способны умирать? Да. Стоит иногда вопрос, родится человек или не родится, а когда вопрос умрет или не умрет, не стоит. Библия говорит, все мы умрем. Что дальше будет? Превратимся ли мы в кучу разрозненных группок, где у каждого свое кино? И там новое поколение, поколение веры, поколение Иисуса, поколение просто. Мы можем что-то хоть придумать и все поделиться. Мы должны построить наша цель. Какая наша цель? Для того, чтобы мы могли все построить, нам нужно добиться единства. как добиться единства? Когда ты кому-то там звонишь, что-то говоришь, там, пастор, надо вот это сделать, надо приехать туда, он говорит, не, мне некогда, я там занимаюсь своими делами. мы не можем ничего добиться. Когда мы не можем добиться единства, мы не добьемся долговечности. Когда семья, пойдут ли двое, не сговорившись? Конечно, пойдут. Ходят, по 10 лет ходят, по 20 лет ходят, потом 20 лет отходили, потом развелись. Здрасте. Вы за 20 лет, вы 20 лет два дурака жили, его не смогли договориться. У вас не хватило мозгов друг с другом построить отношения, договориться. Итак, цель брака, цель брака, это единство, это одна плоть. Это единение. Не разногласие, а единение. Когда нет единения, нет нормальной семьи. Значит, продолжать надо, что делать? Работать, 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 работать. Работать на семью, работать на единение. Работать на единство. Как работать на единство? Каким способом работать на единство? Предыдущий пункт посвящение. Что такое посвящение? Человек говорит, я посвятил себя Богу. Что такое посвятить себя Богу? это значит все, что мое принадлежит Богу. Оно мне не принадлежит. Время мое мне не принадлежит. Имущество мое мне не принадлежит. Здоровье мое мне не принадлежит. Мозги мои мне не принадлежат. Все посвятил Богу. Что происходит, когда человек посвящает себя Богу? Бог начинает человеку открываться. Бог открывается. Через посвящение Бог открывается. И Бог начинает человеку тайны открывать. Одно за другой. Тайны, 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 тайны. И человек начинает иметь много знаний о Боге. Он начинает легко общаться с Богом. Он начинает легко получать что-то от Бога. Он молится, Бог его слышит. Он общается с Богом, получает откровения, получает видения. Почему? Ему легко. Потому что он посвятил. Когда человек себе не посвящает Богу, небо для него закрыто. Он молится, небеса железные, ничего не отвечаю, ничего не получаю. Потому что нет посвящения. Понимаете, способ соединиться – это посвятить себя друг другу. Для чего ты живешь? Я живу угодить мужу, я живу угодить своей жене. Посвятить себя. Ты говоришь, ну, я Богу себя посвящаю. Знаете, мы должны понимать, что Бог – это только четыре заповеди из десяти. Четыре из десяти – это Бог. А шесть заповедей – это что? Что такое? Дождь пошел. Четыре из десяти касаются твоих отношений с Богом. А шесть из десяти касаются твоих отношений с кем? Вот считай, что такое посвящение. Пастор, я посвятил себя Богу, я больше никому. Подожди. Если ты решил себя полностью посвятить Богу, тогда надо было жить, как апостол Павел. Не женился бы. Не заводил бы детей. Кто-то говорит, жалею, жалею. Ты жалеешь, пока жена под боком. Да. Потому что жена – это человек, который может творить чудеса. Открываешь шкаф, там рубашка висит поглаженная. Чудо. Я каждый день просыпаюсь, принимаю душ, трусы новые одеваю, чистые всегда у меня. Представляешь? Каждый день чистые трусы. Чудо. Это же чудо, правильно? Прикинь, я каждый день одеваю носки чистые. Они пахнут. Я их раз одеваю. Чудо. Представь. Я даже, вот как, я не молюсь об этом. Я не пощусь об этом. Представляешь? Чудеса. Представь, если тебя лишит. О такой части твоей жизни, да? Проснулся, носков чистых нет. Дух Святой, пожалуйста, пошли. Носки чистые. Господь, пошли мне трусы чистые. Господь, погладь рубашку. А Господь говорит, жену надо было гладить, а не рубашку. Гладил бы жену, и всегда рубашка обглаженная была. А теперь не хотел гладить жену, теперь гладь рубашку. Я уже молчу за еду. О-о-о. Еда это вообще. Вы знаете, что женщина может умертвить своего мужчину намного быстрее, чем мужчина-женщина. Ты ее можешь там допекать, все. Она просто тебе будет определенную еду готовить. И ты будешь ежедневно потихоньку вздыхать. Съел. О-о-о. О-о. Некоторых людей дома ел, я думаю, боже мой, слава богу, что я не тут. Потому что здесь бы меня уже давно похоронили бы. Уже бы памятник стоял. Погиб от некачественной пищи. Почему? Потому что еда это ведь тоже чудо. Аминь. Все знают, да, что мы живем от еды. Да. Когда жена не мудрая, она не учится готовить кушать. Она кусок колбасы купила. И кусок хлеба. Дети говорят, мама, кушать хотим. И кусок хлеба, буханку. Жрите. Потом смотришь, дети у себя какие-то странные. Потому что это, знаете, это посвящение. Когда женщина гладит, стирает, готовит, убирает, чистит. Понимаешь, это посвящение. То есть она отдает свое что? Время. А что самое главное в жизни? А? Самое главное это время. Времени вчерашнего не вернешь. Когда посчитать, сколько она простояла за плитой, погладила, постирала, помыла, почистила. Сложить это все в дни, в месяцы, в недели, в годы. Это посвящение. Зачем она это делает? Она делает для того, чтобы ее муж обдел за груш. Просто нормально себя чувствовал. Просто не замечал какие-то вещи. С другой стороны, мужчина должен быть посвящен. Своей жене, своей семье. Это факт. Что такое посвящение? Оно включает в себя три вещи. Библия говорит, муж есть глава. Глава. Что такое глава? Ничего не надо придумывать. Ничего придумывать не надо. Вообще, Библия, она не... Иди сюда, пожалуйста. Ну раз уже. Вот смотрите. Вот это у него голова. Может, кто-то будет спорить, нет? Никто не спорит, что это голова. Все согласны со мной, да? Библия что говорит? Муж кто? Не грудь. Не написано. Муж это вот. Муж это. Муж это что? Голова. В голове. Это, ну, бесплатный урок анатомии. В голове находится что? Скажите, это мозги в голове, да. Нет, их не видно, конечно. У некоторых людей не слышно. Но вообще они там есть. Амэн. То есть, муж... Ни ноги, ни руки, ни почки, ни печень. Муж это кто? Голова. Голова. Если ты муж, рядом с тобой своя жена сидит, скажи, прикинь, я сам понял только, что я вообще голова. Еще раз скажи тебе, своей жене, скажи, прикинь, я должен за тебя думать. Не, не за тебя думать, а за тебя думать. Не вместо тебя думать, а думать о том, как, о тебе думать, думать о том, как сделать твою жизнь счастливой. Еще раз скажи своему себе, скажи, я должен думать о тебе, как твою жизнь сделать счастливой. Я голова. Я должен думать о тебе, чтобы сделать твою жизнь счастливой. Ты сказал? С выражением? Еще раз скажи. Скажи, я должен думать о тебе, чтобы сделать твою жизнь счастливой. А как мы знаем из первой части проповеди, что самая большая проблема в жизни? Это тупая голова. Помните, мы говорили, да? То есть голова, к которой доступа Дух Святой не имеет, это самая страшная голова. А муж это кто? Голова, он должен думать. Он должен думать. Не вместо думать, а о думать. Не вместо. Знаете, иногда мужчина думает, что если он голова, значит он должен вместо жены думать. Нет, ты должен думать о ней. Вот голова, она так устроена, что она думает не вместо почек. Прикинь, если бы голова думала вместо почек. или вместо печени, если бы голова думала. Все, сейчас в медицину возвращаемся. Голова думает вместо печени. Представь, ты на ночь шашлыков пожрал и забыл печени сказать, чтобы она их там утилизировала. О, слава Богу. Забыл сказать просто. Прикинь? И утром не проснулся. Почему? Ну просто шашлыки тебя убили. Поэтому голова не думает вместо тела. Амэн. Голова думает о теле. Что такое о теле думает? То есть вот, если у человека есть голова, то у него голова помыта. Когда голова утром не помыта, иногда люди приходят в церковь. И тут этот, я не знаю, я думал, перьевых подушек уже нет, но они есть еще у кого-то. Вот так перья торчат. Такое ощущение, что он исполнял слово Писание «Помажь голову твою». И чем-то ее помазал там, она такая у себя торчит, все, что. Это не говорит о том, что у него просто голова грязная. Это говорит о том, что у него голова тупая. Когда человек приходит в грязных ботинках и несет с собой килограмм грязи, это не говорит о том, что у него там проблема с ногами. Это говорит о том, что у него проблема с головой. Когда от него несет на 3 километра какой-то заразы, это не говорит о том, что он просто вонючий. Все мы когда спим, это у него проблема с чем? С головой. Он не подумал, что надо, когда ты один сел ко мне в машину, вот так вот сел. Я проехал полкилометра, говорю, стой. Он, что? Я говорю, на задний снег не присядь. Он говорит, чего? Я говорю, да ничего. Он говорит, у меня глаза выедают. Я не могу на дорогу смотреть, как я буду ехать. И это не проблема. Знаете, это просто у него пот вонючий. Нет. Это надо было просто выбрить. Да. И там, я не знаю, спайс, не спайс, олд спайс, что-нибудь там намазать. Все. Это не проблема с телом. Проблемы с телом, это проблемы с чем? Скажи, Женя, твои проблемы, это моя голова тупая. Это я не подумал просто. Скажи, просто не подумал. Прикинь, просто я иду к тебе. Просто не подумал. Твои проблемы, это я просто не подумал. И все. Вот твои проблемы. Твои проблемы, в принципе, тело, оно, оно не должно быть в проблемах. Но твои проблемы, это просто голова не думает. Аминь. Голова должна думать постоянно. Для чего должна быть голова у человека? Где шлем? Голова для шлема. Не, голова не для шлема. Надо думать постоянно. Думать надо. Думать. Знаете, если у человека в голове нет места для жены, такой семьи никогда хорошей не будет. Если у человека в голове нет места для Духа Святого, у такого человека никогда отношений с Богом не будет. Вот почему написано. Он праведник, он размышляет о Слове Божьем день и ночь. Поэтому он праведник. Поэтому во всем, что он будет делать, что? Почему? Потому что он что делает? Он думает, он думает, понимаешь, он думает, у него мозги задействованы. Божь. Сколько вещей вокруг нас для того, чтобы мы перестали думать. Телевизор, интернет. Сколько вещей вокруг нас, чтобы ты только не думал ни о чем. Включил телек, лежишь и ни о чем не думаешь. А тебе надо думать. Потому что муж-голова. Муж-голова. Понимаете, что такое голова? Голова должна думать. И когда женщина говорит, ты вообще обо мне не думаешь, она нормально говорит. Она нормально. Она просто это видно, когда человек о чем-то думает или ни о чем не думает. Это видно по жизни. Просто посмотри на него. Он о чем думает. Он думает о том, как стать месхалактическим пастором. И не иметь церковь 8 миллиардов и, как говорил кто-то, офис на Луне. Вот он об этом думает с утра до вечера. Об этом думает. Знаете, некоторые люди хоть об этом думают. На некоторых посмотришь, вообще не поймешь, о чем он думает. Он вообще ни о чем не думает. Помните, как этот прикол был? про Януковича. Он говорит, зашел, говорит, ты кто? Он говорит, я это ты, но из будущего. Ты что, знаешь меня? Он говорит, да, знаю тебя. А ну скажи, о чем я думаю? Тот говорит, ни о чем. правильно. Некоторые хоть о чем-то думают, представь, а некоторые вообще ни о чем не думают. Ну пойми, так голова устроена, она вот так устроена. Она как рука. Вот если она у тебя постоянно лежит, вот так, то мышцы становятся меньше, 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 потом они высыхают, и потом вообще тяжело ее даже. Ой, да ладно, хай висит. Вот так у многих людей здесь в голове. Да не. Что-то я уже устал. Что? Ты хотел подумать это. Так тяжко это думать. Анекдоты есть новые? Давайте мне анекдоты, чтобы ни о чем не думать просто, и все. Расскажите мне что-нибудь веселенькое, чтобы ни о чем не думать. Знаете, многие люди, они так проводят свою жизнь, они ни о чем не думают, они ни о чем не думают. Поэтому они живут как черти. Черти-то ни о чем не думают. Да? Поэтому у них жизнь чертячая. У их людей такая жизнь. У них в доме бардак. Почему? Потому что они ни о чем не думают. Они готовят фуфло, которое нельзя, оно не то что съесть, его нюхать нельзя. Опасно для жизни. Потому что они ни о чем не думают. Они обутые, одетые, они выглядят, они разговаривают, у них все одинаково, потому что у них мозги вообще отключены. Все. У них нет мыслей здесь. А Бог сказал, муж есть кто? Глава. Что такое глава? Это чему посвящены мои мысли? Чему посвящены мои мысли? Знаете, религия, она отказывается думать. Вот религиозный человек, он никогда не думает. Он задает вопрос, получает ответ и не думает. Вот религиозные люди в церкви такие же. Братья, надо женам дарить цветы. Ну все хорошо. Три дня не разговаривал. Принес. На, любовь моя дорогая, на! А женщина все замечает. Она говорит, желтый цвет к разлуке. И воняет чем-то. Не тем. Люди не хотят думать. Они хотят просто что-то сделать. Знаешь, как в православную церковь пришел? Что это? Что тут? Вот тут купи свечку. Туда не встав, поставь. Все. Человек ничего не думает. Что такое свечка? Зачем свечка? Для чего она? Он вообще не думает. Ему не надо думать. Он отключил мозги, да? И он, где взять цвет? Здесь. Сколько стоит? 50 гривен. На, 50 гривен. Куда ставить? Куда? А как стоять? А, пока. А это я что сделал? Ой, не усложняй себе жизнь. Что-то правильное. Что ты правильно сделал? Вообще все нормально. Живи и радуйся жизни. Не напрягайся. Ты сходил? Сходил. Поставил? Поставил. Все. Молодец. Вот так люди. Они говорят, что там жене надо вот это вот. Понимаешь? Все, что бездумно делается, это религия. Все, что бездумно делается, это религия. Почему? Где-то комфортно люди живут, где-то некомфортно. Почему? Потому что где-то люди включают мозги, думают. Я помню, в Германии был. В гостинице у меня поселили. Я лег на кровать. Смотрю, потолки высокие. И под самым потолком окно открытое. А на улице холодно, такой сквозняк. Я думаю, сейчас простужусь. Ну, думаем. Думаю, надо закрыть окно. И знаете, все, уже сразу начал искать стул. Ну, чтобы встать на стол, залезть наверх и закрыть фраму. Знаете, как у нас всегда. Ну, когда ты не думаешь, ты делаешь такую фрамугу, что, во-первых, достать ее невозможно. Во-вторых, потом, когда ты начинаешь еще что-то закрывать, я тоже по принципу думаю. Ну, сейчас я стул найду, закрою. Когда подхожу к этому, смотрю, а там такая, штырек такой. Я думаю, что за штырек? Вот так его раз, смотрю фрамула, хоп, и закрыл. Я его вниз, раз, раз, открылась. Я думаю, ничего себе, опять его раз, она опять хоп, и закрылась. Я думаю, вот это чудо. Понимаешь, для того, чтобы я не думал, кто-то подумал, кто-то подумал, понимаешь? Нация умных людей. Мы же русские люди, мы умные люди. Нация умных людей. Понимаешь, весь мир уже додумался, что туалет должен быть в хате. Только, только, гениальная нация славянская, она до этого еще не додумалась. Я, я где-то служил там, в Подмосковье, помню, пришел, мама ко мне приехала, говорит, вот, сняла хату, чтобы тебя покормить. Наелся, все. Говорю, а туалет где у вас? Они говорят, там, выйдешь на улицу, гараж, ну, и, знаете, у меня в мозгах, думаю, ну, ладно, на улице, так на улице, ну, значит, где-то там, за гаражом, наверное, обошел гараж три раза, нету кабинки. Я возвращаюсь к бабке, говорю, где? Она говорит, в гараже, в гараже. Я говорю, с тобой, если в гараже? Она говорит, ну, зайдешь в гараж, увидишь. Я захожу в гараж, гараж такой, где-то, шесть на шесть. Посредине выкопана яма. На ней стоят, лежат две доски. На этих двух досках, прибитых гвоздями, стоит стул без сидушки. И эти две доски, когда ты на них становишься, они вот так делают. Понимаете? Ну, не вопрос, не вопрос в том, вообще есть, нету. Кто-то должен был что? Просто включить мозги, подумать. Понимаете? Без мозгов никогда хорошей семьи не будет. Не только муж глава семьи, но не написано, а жена, ты будь дурой. Такого не написано. Написано, а мудрая жена, что делает? Устрояет дом. Что такое устрояет? Она тоже думает. Потому что без мозгов ничего на земле не строится. Без мозгов все только разрушается. Все, о чем ты не думаешь, все в твоей жизни разрушится. Я говорю, все, о чем ты не думаешь, твоей жизни разрушится. Мы иногда говорим, ой, да я сейчас вообще об этом не думаю. Я сейчас вообще об этом не думаю. Жизнь так устроена. Думать надо обо всем. Обо всем надо думать. Понимаешь? Говорят, а я о детях, о воспитании детей я и не думаю. Ну, не надо думать. Ловить потом их будешь по всему свету. Ой, а с кем ты моя дочка живет? Ой, а что ты мой сын курит? А что он там употребляет? Ты же в свое время надо было что делать? Думать. А ты не думал. Ты думал о чем-то. Знаете, у многих людей у них проблема. Они не умеют совмещать 2-3 вещи вместе. У них проблема эта. А жизнь, она не состоит из чего-то одного. Все знают, что жизнь не состоит из чего-то одного. Бог, когда даже создавал человека, Он решил человека создать из разных составляющих частей. Он говорит, человек это и дух, и душа, и тело. Поэтому человек без духовной жизни – это грешник. Человек без душевной жизни – это животное. Человек без физической жизни – это психопат. Бог говорит, три вещи совмещать надо. У вас должно быть духовное. Должно быть что? Душевное. Ой, физически это вообще не важно. Знаете, что такое брак? Брак, Библия говорит, это нить в трое, скрученное, которое не скоро порвется. Ну, понимаете, в некоторых семьях я не пойму, на чем они держатся. Я просто не могу понять. Секса у них по 8 месяцев нема. Разговаривать они не разговаривают. И каких-то духовных целей у них тоже нема. У меня вопрос, а на чем вы держитесь? На чем ваше отношение держится? Ни в трое скрученное она не порвется. Ну, должно же быть какое-то связующее звено в браке. Что-то должно вас связывать? Ну, знаете, вот, если люди в мире живут, да, в мире живут люди, они не верующие, у них нет духовной жизни совместной, нет у них вообще. Они не молятся, не постятся, в церковь не ходят, все. Муж в танчики играет. Вот, поэтому душевной жизни у них тоже нет. Она сериалы смотрит, он в танчики играет, да. Но у них есть какое-то одно звено, связующее там ночью. Полчаса каждый день. Как Милс говорил, говорит, если ты имеешь секс 21 день в месяц, то простатитов тебе никогда не будет. Аллилуйя. Знаешь, что такое простатит? Ой, все, не буду сейчас. Лучше бы вам не знать. А когда ты смотришь, никакого нет связующего звена, никакого. Они не спят, они не общаются, они не имеют никаких духовных целей. Но ладно бы вас духовное объединяло, там вы вместе, вдвоем, как, я не знаю, как кто, как кто, как кто, как Фрэнсис и Чарльз Хантер решили весь мир исцелить. Или, ладно, там душевное бы вас что-то объединяло, у вас интересы какие-то бы общие были, там, я не знаю, вы художники вдвоем. Но когда ты смотришь, ни духовного, ни душевного, ни физического, ничего, почему живут? Вопрос. Как, почему? В Библии сказано, разводиться нельзя. Но это искусственная преграда. Все понимают, что это искусственная преграда. Это то, что долго, оно не будет связывающим звеном. Брак надо строить. Надо находить общие душевные интересы. Для этого нужно посвящение. То есть, уделять время, уделять время. Знаете, что происходит, когда мы уделяем друг другу время? Мы начинаем друг друга познавать. Вот слово познание, оно в Библии употребляется в нескольких значениях. Один из значений, это Адам и Ева лягли в одну кровать, да, Адам познал Еву. Ну, переспали они, короче. Это одно из значений. Но это слово иногда употребляется в других смыслах. Что ты можешь познать Господа. Ты не знаешь, что ты с Богом переспишь. Значит, это что-то другое значит. Значит, что-то ты должен получить, какую-то информацию о Боге. Что-то ты от Бога должен прочувствовать. Знаете, когда люди уделяют, посвящают друг другу время, посвящают, посвящают, они начинают открывать друг другу тайны. Тайны сердца. Тайны. 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 Ты посвящаешь себе Богу, Бог тебе тайну дает. Тайну. Вы заметили, что не быстрым достается успешный бег? кто-то просто что-то знает, чего никто не знает. И все. Он что-то знает, и все. Ему открыто, открыто, открыто. Понимаешь, когда люди посвящают себя друг другу, они тратят время друг на друга, они общаются, они просто откровенными становятся друг перед другом. Честными, 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 честными. Знаете, честность такая штука, когда ты видишь человека откровенного, тебе тоже становится хочется быть с ним откровенным. Хочется быть честным с ним. И почему женщины становятся откровенными, почему мужчины становятся честными, откровенными? Потому что у них появляется доверие. Кому ты начинаешь доверять? Ты начинаешь доверять тому, кто посвящает свою жизнь тебе. Амэн. Ты Богу начинаешь доверять, потому что Бог Иисуса отдал ради тебя, Он посвятил Его всего. Он 33 года ходил. Для кого? Он распятый был, побитый был, оплеванный был, униженный был. Ради чего? Ради кого? Иисус все это делал ради нас с вами. И поэтому мы начинаем Ему доверять свою жизнь. И мы говорим Бог, все, я доверяю тебе свою судьбу. Открываются люди, становятся честными, становятся искренними, становятся откровенными. Открывают тайны своего сердца. Почему познать надо мужа, познать надо жену, почему надо познать? Потому что ты человека не знаешь. Факт. Люди живут в браке по 20 лет, и они ничего друг по другу не знают. Это два разных человека. Они спят вместе, но они не познали друг друга. Что такое познание? Это что-то новое. Это что-то открытое. Как с Богом. Понимаешь, брак? Почему брак? Брак Библия называет тайна сия. Брак – это тайна. Тайны. Они потому и тайны. Они потому и тайны. Присажите мне книжку какую-нибудь толстую. Ну, не Библия так. Они потому и тайны. Что они не гуляют по улице тайны. Амэн. Понимаете меня или нет? Тайны не гуляют по улице. Ты не можешь тайну прочитать на бигборде. На бигборде ты можешь прочитать всякую ерунду. А тайна, она, она, она вот, она вот там, где доверие есть. Там, где доверие есть. Там, где сердца друг перед другом открываются. Там тайна открывается. Люди начинают что-то познавать, что узнавать. И ты не можешь узнать тайны недуховные. И даже тайны своего супруга. Понимаешь, ты не знаешь. Почему вы скандалите? Потому что вы друг друга не знаете. Все, вы, вы чужие люди. Чужие люди. Для тебя откровение. а что это ты такая? Вот, давай. Вот книга, книга. Что такое книга? Кто не читал книгу Дага Хорда Мюлса, Мегачордж. Кто не читал? Поднимите руку. Кто не читал? Вы же все читали? Ты не читал, да? Все, иди сюда. Отлично. Вот смотри. О чем эта книга? Все? 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 Ну, скажи еще что-нибудь. Придумай что-нибудь. Автор различный. Взрастить нормально, да? Помазанник. Божий человек, да. Великий. Все. Все, спасибо. Великий Божий человек. Сколько надо времени, чтобы прочитать? Ну, разве что ты Ленин? Ты принес какую-то толстую книжку мне или нет? Чего? 169 страниц. Ну, нормально такая книга читается 6 часов. Это нормально. Когда ты вникаешь, пытаешься все понять, да. То есть, вот чтобы познать тайну этой книги, тайну, здесь есть тайна. Потому что книга, она не пишется, когда тут нет тайны. Какой смысл писать то, что и так все знают? Тут тайна. Тайна. Для того, чтобы познать эту тайну, нужно 6 часов времени. И то еще не факт. Ты можешь читать книгу, да, и ничего не видеть. Просто смотрел туда, и потом вспомнил, про что ты думал. Да. 6 часов надо. 6 часов времени, чтобы понять вообще эту одну тайну какую-то понять. А что такое человек? Человек – это тайна. Амин. Человек – это тайна. Вы знаете, что такое душа человека? Это мир. Там все. Кто знает, что в душе человека много отделов? А? Это мышление. Это эмоции. Это твои мечты. Это твои планы. Это твои цели. В конце концов, даже простые вещи – это секс. Кто знает, что секс – это тайна? Весь мир ищет точку G. Точка G – это тайна. Вот поэтому 20 лет люди прожили, так тайну не обнаружили. Тайна сия велика. Амин. Поэтому кто-то утром просыпается с неудовлетворенной рожей. книга называется «Мировоззрение. Для чего мы живем и каково наше место в мире». Вот здесь вообще первый том и два мужика еще написали. Гудинг и Ленокс Льюис. А, нет, Джон Льюис. Тут вообще мелким почерком. Из предварительных примеров мы можем видеть, что основные моральные принципы могут быть ясными, когда правильный путь к их соблюдению может быть достаточно сложным. Знаешь, как тупой человек говорит? Хотите, я вам расскажу, как тупой человек говорит? Дебилы написали, слышишь? Придурки, представляешь, пишут такую фигню, что даже и не поймешь. Тупой человек, он такие книги не читает. Мне дайте что-нибудь попроще. как один брат мне говорил, говорит, кино надо смотреть, экшен. Я говорю, что такое экшен? Ну, это когда вот бегают, стреляют, и тогда интересно. То есть, все примитизируется здесь в мозгах до двух моментов. Это хорошие, это плохие. Эти должны убить этих. все. Удовлетворился. Почему? Потому что люди хотят быть тупыми. Они даже церковь себе ищут и говорят, слушай, я хочу найти церковь, чтобы сильно мозги не напрягать. Мне надо что-нибудь такое примитивное. Примитивное. Просто исцелите меня и все. Что исцелить? Мозги не исцеляются. Мозги только преображаются. Они не исцеляются. А вы не можете отдать мне помазание, чтобы я стал... Помазание это четыре из шести мозги. Я говорю, четыре из шести мозги. Поэтому когда ты когда ты смотришь человек, это как книга. Это как книга. Понимаешь? Ты не можешь тайно узнать, если ты прочитал. Вернее, не прочитал. Ты не можешь тайно узнать, если ты прочитал невнимательно. Повернись в сезон и скажи, невнимательно я тебя читал. Целые главы пропустил. Целые главы. А знаешь, есть такая дурная вещь насчет книг. Я уже по своей теме пойду, что я люблю. Я люблю книжки читать. Я по своей теме пойду. Есть такая дурная тема насчет книг. Когда ты взял книгу и прочитал, деньги даже здесь. Кто-то так устал, что даже деньги забыл. Спор между манистами и дуалистами. Поставленные выше вопросы подвели нас к теме «Обсуждается в течение очень долгого времени, но настоящее колоссальное достижение науки и техники придали этому обсуждению новый импульс». «Обсуждается в течение дня» и «Обсуждается в течение дня». «Обсуждается в течение дня». Но ты же не получил откровений. Ты тайны не открыл. Ты ничего не понял. 20 лет можно жить и ничего не понять а мы 20 лет можно жить ничего не понять ничего человек не разобрался как что понимаешь это это тайны они открываются посвященным людям когда человек себя отдает полностью я тебе принадлежу я тебе принадлежу я ради тебя я ради тебя тогда тайны открываются тогда люди друг друга познают и знаете единение это это результат познания двое становится плотью одной результат познания ты не знаешь своего супруга ты не знаешь свою жену ты просто ничего про него не знаешь вот почему у вас куча конфликтов уже вы враги потому что вы открываете тайны друг друга в скандалах проблемах а надо открыть это в мирное время надо читать человека на человек как книга человек как книга если люди запуганы они себе вообще говорят тут так мало они запуганы они они запуганы жизнью он боится что он кому-то раскроется даже мужу своему жене своей то туда плюнут в душу и все а есть люди которые которых нужно с ассрана очень осторожно открывать очень осторожно очень осторожно читать очень аккуратно с книга вообще с книг вообще надо к davisano teen iphone но ты должен быть аккуратным и ты открываешь ты тайн и узнаешь когда ты что-то узнаешь о человеке тогда когда происходит единение, тогда двое становятся одной плоти. Понимаете, если мы не установим эти принципы, то мы никогда в жизни не построим нормальную семью. И принципа три. Три основных принципа семейной жизни. Первый – это откровение. Второй – это посвящение. И третий принцип – это единство. Цель. Мы работаем на единство. Без единства ничего не будет. Без единства мы просто не будем иметь нормального брака и нормальной семьи. Что такое посвящение, друзья? Что такое посвящение? Когда мы читаем Библию, и Старый Завет нам говорит о семье, написано. Если человек женился, то один год его никто не должен брать в армию. Почему? В стране война. Родину защищать надо. Человек женился? На войну не берут. Год дают времени. Зачем? Для того, чтобы люди друг друга что? Познали. Им дают год времени, чтобы они посвятили. Вы знаете, когда ты не имел этого года познания в начале, то тебе все равно придется ему иметь в конце. В конце жизни. В 40 лет, 50 лет, 60 лет. Ну а что делать? А все равно принципы остаются те же. Ты не потратил время на то, чтобы узнать человека, познать. То есть узнать и познать, это даже глубже. Познать, это внутренние вещи, переживания, ощущения. Понимаете? Это достать из человека его плюсы, его минусы, его... Вы знаете, что когда человек рассказывает о себе тайны, он становится очень слабым? Кто знает это? Я вот такой хожу, пастыр. Меня боятся многие. Если бы я вам про себя тайны рассказал, вы бы сказали... Помните, как апостол Павел? Где-то разоткроменничался, они говорят, да знаем мы его. Это он в посланиях своих строк. А так в присутствии он никто. Человек не может свою жену усмирить. Не могу ничего здесь делать. Потому что она закрыта для тебя. Если бы она открылась, она бы была слабым человеком, доверившим свою жизнь тебе. Так само муж. Такой герой, такой герой. Когда ты про него все знаешь. Ты знаешь его слабости. Ты знаешь его все плюсы, минусы. Тебе раскрыты все тайны. Ты его прочитал как книгу. Знаете, у меня в детстве, когда я читать книги начал много, у меня нарисовалось две книги, любимые мои. Которые я читал постоянно. У меня было две моих любимых книги. Одна была, это «Три товарища» Ремарка, а вторая была «Джека Лондона» Мартин Иден. Вот я эти книги, я их прочитал по 10 раз. По 10 раз я прочитал. По 10 раз. «Три товарища» Ремарка, она была очень интересная, и у меня просто она была старая такая, у меня не было трех последних страниц там. Поэтому я только вот недавно узнал, что главную героиню, она умерла там. Ну, это в трех последних страницах было. Я читал их постоянно, я их перечитывал. Мне нравились эпизоды этих книг, какие-то нюансы нравились. Я перечитывал, 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 перечитывал. Знаешь, ты, понимаешь, ты обречен читать одну книгу. Кто-то говорит, я бы еще какие-нибудь комиксы посмотрел. Я говорю, ты обречен читать одну книгу. Скажи, ты обречен читать одну книгу. Ты не сможешь читать. Знаете, когда я первый раз прочитал этого Мартина Идена, я даже ничего не понял до конца. Думаю, ну, мужик там писал книги, пробивался, потом утопился. Ну, такая трагическая история, да? Думаю, какая-то странная там история такая. Потом я второй раз, три раз. А потом у меня появились какие-то интересные места, которые я перечитывал по шесть раз. Потом у меня цитаты появились, которые я просто употреблял. Может, поэтому я и Библию читаю. Потому что у меня привычка была читать одну какую-то книгу, одну какую-то книгу, одну какую-то книгу. Знаешь, если ты читаешь эту одну книгу, ты там получишь откровение. Ты что-то, Бог тебе будет открывать. Знаешь, ты не знаешь ни своего мужа, ни свою жену. Амэн! Я говорю, ты не знаешь его. Вот почему у тебя проблемы. Ты не знаешь вообще ничего. Вот почему проблемы. Потому что ты не знаешь. Вот почему твоя жена тебе не слушается. И нафиг ты ей не нужен, чтобы она тебе слушалась. Что толку от того, что она тебя послушается? Можно подумать, что что-то изменится. Она тебе не слушается. Потому что ты ее не знаешь. Она тебя не знает. Все. Тьма. Два соседа живут. Два человека. Чужих. Чужих. Чужие люди. Свои люди. Это те, которые друг друга знают в полноте. Я читаю 25 лет одну Библию. И я открываю каждый день что-то новое, новое. Вот как выглядит брак. Это тайна. Это то, что должно открываться. Это что должно открываться. То, что должно открываться. Знаешь, когда ты читаешь Библию, и ты потом про эту Библию думаешь. Когда ты познаешь своего мужа, свою жену, ты потом думаешь о том, что ты познаешь. А когда ты просто наспех переглянул. Как книга называется? Мировоззрение. Слушай, какая-то ерунда. Вот так многие люди в браке живут. Хотел с женой пообщаться. Ерунда какая-то. Получилось. Было у тебя такое? Хотел пообщаться, получилась какая-то ерунда. Какой-то и секс тоже ерунда. Быстрее бы закончить. Или кончить. И спать. Все ерунда. Почему? А все просто. Когда ты не познал, оно все становится неинтересным. Как вот эту книжку я вам представил. Я уверен, здесь умные люди написали. Если покопаться, здесь можно найти что-то очень интересное. Это не дураки написали. Но когда ты вот так вот. Тебе неинтересно становится. Тебе человек неинтересен. Тебе брак становится неинтересен. Тебе семья становится скучной. Это как Библия без откровений. Когда ты читаешь Библию без откровений, как ее можно читать вообще? Тот родил того, тот родил того, тот родил того, тот родил того. Нарожали кучу всего. Не поймешь, кто, что, за кем, для чего. Ну, когда ты откровения получаешь из Библии, откровения, тогда ты говоришь, вау, я еще прочитаю. Я еще прочитаю. Я еще прочитаю. Я еще прочитаю. Понимаете, единение невозможно без познания. А познание невозможно без времени. Ты время должен давать этому. Время. Семья требует времени. Посвящение требует времени. Бог сказал левитам, говорит, для того, чтобы вы посвятили себя Господу, семь дней сидите в скине и не отходите оттуда. Почему? Потому что во время посвящения я вам открою все, я вам все выверну, все наружу. Вот что такое семья. Семья то, о чем ты должен думать. Семья то, где ты должен проводить время. Амэн. Для чего? Чтобы познать. Понимаете, познание приводит к единству. А незнание, незнание, погибнет народ из-за недостатка знания. Погибнет семья из-за недостатка знания. Все разрушится, все развалится. Потому что нет знания. Амэн. Итак, друзья, нам нужно построить семью по божественным принципам. Мы не можем сегодня обойти эти принципы. Не можем игнорировать их. Мы не можем на них плевать. Знаете, когда я слушаю 62% разводов. Когда я смотрю на разводы в христианской среде. Ладно, разводы. Ладно. А сколько семей, которые просто тупо живут. Как два соседа. У них нет обострения в их семейных отношениях. Поэтому они просто приспособились жить друг с другом. Сколько такого? Это выгодно Богу? Нет. Знаешь, твоя фальшивая семья рано или поздно она взорвется. Она должна быть не фальшивая. Любой кризис. Это должен быть сигнал. Значит, в моей жизни что-то неправильно. Значит, в моей жизни что-то не по правилам. Почему этот ураган разрушил мой дом? Почему развалилось все? Почему? Значит, что-то было не так построено. Я хочу построить так, как должно быть. Я хочу видеть божественное строительство. Амэн! Божественное. Не просто человеческое. Потому что все, что люди строили, оно все рушится. Для этого нужно время. Ты не можешь за 15 минут приехать после конференции и сказать, так, жена, сегодня все сделаем, чтобы у нас все классно было. Все, уже нормально. Все хорошо уже почти. Да, все. Люблю тебя. И прости меня. Слово прости меня. Это иногда оно такой смысл приобретает, в котором уже нет никакого смысла. Что прости меня. О, хорошая фраза, да? Ну, прости. Что такое, ну, прости? Прости, да. Не надо, может, даже и говорить, ну, прости. Просто покажи жизнью, что ты живешь по-другому. И этого достаточно будет, чтобы даже прости не говорить. Просто покажи жизнью, жизнью. Ты не сделаешь это за 15 минут, ты не познаешь за 15 минут, если ты пропустил это время, этот год, который даже Библия дает. Ты пропустил его. Каждый жил своей жизнью, каждый жил своей судьбой. Ничего общего, ничего интересного. Амэн. Друзья, брак – это не эксперимент. Почему Библия запрещает разводиться? Ты думала об этом? Почему Библия запрещает разводиться? Потому что брак – это не эксперимент. Это не вот так вот. Мы поживем и посмотрим, подошли, не подошли. А, мы не подошли. Брак – это завет. Завет. Что такое завет? А завета не бывает без посвящения. В Библии, если ты нарушал завет, наказанием за нарушение завета – смерть. Все, умри. Ты нарушил завет. Старый завет – человек нарушил смерть. Новый завет – человек нарушил смерть. Поэтому завет – это не эксперимент. Ты не можешь провести эксперимент с Богом. Пришел в церковь. Ну, сейчас попробую, смотрю, как это. Поможет мне Господь? Тогда останусь с ним. О, видишь, я же говорил, не помог. Все, я бросаю Господа. Ты знаешь, Бог, вот такие эксперименты, Он на них не реагирует. Он на них не реагирует. Бог реагирует на посвящение. Ты пришел? Отдай свой дух, душу, тело, деньги, время. Отдай Богу все. Отдал? Вот тогда я высвобождаю на твою жизнь благодать. И ты будешь жить в благодати. Вы верите в семейную благодать? Я верю в семейную благодать. Я верю, что приходит благодать. Приходит благодать. Она приходит на все сферы жизни. Она на духовность приходит. Она приходит на душе. Она на любые отношения приходит благодать. Но она приходит через посвящение. Когда ты отдаешь себя, отдаешь себя, любой человек, он должен быть посвящен Богу, и он должен быть посвящен своей жене. Или своему мужу. Две вещи, в которых мы имеем завет. Две вещи. Мы не имеем третьего завета. Ты даже с детьми не имеешь завета. Ты не заключаешь завет со своими родителями. Вы знаете это или нет? Но ты заключаешь два завета. С Богом через водное крещение. И с женой через бракосочетание. Поэтому Библия говорит, оставит человек. Что? Ты можешь оставить этот человек отца, и мать может оставить? Но Библия запрещает оставить мужа или жену. Почему? Потому что вас не связывает с отцом и с матерью завет. Вас связывает родственное чувство. Но ты не можешь оставить семью. Ты не можешь разрушить семью. Ты не можешь сломать семью. Потому что ты сломаешь завет. И этот грех будет даже не перед людьми, не перед женой. Этот грех будет перед Богом. Иногда мы просто реагируем на слабости людей. И человек приходит и говорит, не могу я жить, не могу я жить, не могу я жить. Не могу я уже, все. Это слабость. Но Бог, Он говорит, если есть завет, то мы через посвящение в этом завете приходим к какому-то единению. И какое-то единение, друзья? Это двое станут одной плотью. Самое великое счастье – это единство. Аминь. Нет ничего лучше. Когда муж и жена сидят где-то в машине молча, потом начинают разговаривать одновременно на одну и ту же тему. Самое лучшее. Когда ты звонишь домой, а жена говорит, я только тебя набирал. Самое лучшее – это единство. Понимаешь? Это то, к чему стремиться мы должны. Если нет в семье единения, нет в семье единения, ты никогда не будешь счастлив. Это все равно, что землянку выкопать, жить в этой землянке и говорить, ну а что? Нет у меня возможности ничего больше построить. Что ты сделал для себя? В том и живи. Что ты для себя построил? В том и живи. Но ты можешь построить райское место. Я говорю, ты можешь это построить. Это в твоих руках. У тебя есть великий всемогущий Бог. У тебя есть вера, в конце концов. У тебя есть Слово. У тебя есть Библия. У тебя есть принципы. Знаете, если ты будешь послушен Богу, Бог поможет тебе установить порядок везде. Если ты будешь подчиняться Богу, Бог упорядочит все в твоей жизни. Просто надо подчиниться Богу и посвятить себе. Что такое посвящение? Муж – глава. Значит, мужу требуется повиновение. Муж – я. Любите своих жен. Любите. Что требуется от жены, от мужа? От мужа требуется любовь. Она должна быть видна. Она должна быть проявлена. Знаете, это не должна быть, как вот эта человеческая вера. Я верю у Бога в сердце. Нельзя у Бога в сердце верить. Нельзя любить в сердце. Если любовь не имеет внешних признаков, любви нет. Она должна иметь. Она выражается во всем. Она в интонации выражается, в словах выражается, во взглядах выражается, в прикосновении. Она выражается в мелких вещах, в миллионах мелких вещей, которых незаметно людям, которые не любят. Она выражается во всем. И это принципы. Ты не можешь плевать на Божьи принципы и построить что-то божественное. Ты построишь демоническое, если ты будешь плевать на Божьи принципы. Знаешь, когда кто-то говорит, пастор, ну я же вот хочу, а вот муж не хочет. Или муж говорит, я хочу, а вот жена у меня такая сякая, вот она не хочет. Я же старался. Я же пытался. Слушай, каждый из нас, он будет спасен и будет жив своей верой. И вера твоя, вера твоя, она может не только тебя спасти. Она может спасти твою семью. Она может спасти твой дом. Она может все изменить. Вера одного человека, когда один встал в позу и другой встал в позу, вот тогда ничего не происходит. Но когда хотя бы один человек говорит, а я буду подчиняться тому, что написано, я буду делать так, как говорит Библия. Библия побуждает меня думать о своей жизни. Я буду думать, я буду переживать, я буду молиться, я буду видеть, я буду стараться, я буду делать все возможное. Ты изменишь. Библия говорит, почем ты знаешь жена, не изменишь ли ты мужа? Но, знаете, когда два человека противятся слову, противятся, борются со словом, живут претензией со словом Божьим, и тогда они говорят, ну вот, я жду, пока тот изменится, я жду, пока тот изменится. Ты ничего не дождешься, изменись кто-то один хотя бы. Начни делать правильно все, хотя бы кто-то один. Тогда изменения могут прийти в твою жизнь. Амин. Давайте закроем свои глаза. Скажи, Святой Дух, я открыт сегодня. Я благодарю Тебя, что Ты меняешь мое мышление прямо сейчас. Ты меняешь мои мозги, Ты меняешь мое мышление. Дух Святой, Дух Святой, мышление в отношении семьи. Прямо сейчас я отрекаюсь от всех своих религиозных представлений, от всех представлений традиционных. Я отрекаюсь сейчас. Я говорю, что моя жизнь, она для того, чтобы строить мою семью, строить мой дом. И я ставлю это сейчас на первое место. Я принимаю решение построить мой дом, построить мою семью так, чтобы там была благодать Божья, чтобы там было Божье помазание, чтобы там было счастье, там было устройство. Господь, я хочу построить семью по Твоим принципам, по Твоим правилам, по Твоим законам, Господь. И я прошу, дай мне силу установить эти принципы, установить эти законы. Во имя Иисуса Христа, дьявол, я сегодня выступаю против всякой Твоей власти, всякого Твоего влияния на мой дом и на мою семью именем Иисуса. Иисуса Христа, дьявол, мы принимаем Твою благодать, мы принимаем Твою милость во имя Иисуса Христа. Амин.